3,2 миллиарда долларов столько инвестирует США в разработку и производство таблеток от коронавируса. Как заявил в четверг главный инфекционист страны Энтони Фаучи, препараты будут работать как дополнительная помощь в борьбе с недугом. Хотя и вакцину никто не отменял. «Конечно, вакцина остаётся нашим главным оружием в борьбе с коронавирусом. Однако, противовирусные препараты могут быть важным дополнением к нему. Особенно для людей, которые из-за проблем со здоровьем находятся в зоне повышенного риска, и вакцина для них может быть не так эффективна. Мы знаем, что некоторым людям с ослабленным иммунитетом прививка на первоначальном этапе не даёт полноценной защиты. Плюс таблетки могут стать дополнительной постраховкой в случае неожиданного развития событий, например, новых штаммов коронавируса, с которыми мы в настоящее время имеем дело». Таблетки, которые ослабляют симптомы COVID после заражения, сейчас ждут завершающей стадии испытаний и могут быть доступны уже к концу года. Однако программа будет направлена не только на это. Одновременно учёные будут разрабатывать новые методы лечения против других вирусов, которые потенциально могут вызвать пандемию. «Эта программа ускорит клинические испытания многообещающих препаратов, которые уже находятся на различных стадиях разработки. Например, ингибитор протеазы компании Pfizer, РНК-полимеразы Atia Roche, мутагенный нуклеозный молноперавир Merck и другие препараты, которые уже находятся в конвейере. Так что, с одной стороны, программа должна ускорить то, что уже происходит. Другая часть плана – новые открытия». «Разговоры о новых штаммах коронавируса продолжаются и в других странах. В Германии, где хотя бы одну дозу вакцины получили уже больше половины населения, власти предупреждают, что меры предосторожности все же отменять нельзя. Все из-за риска распространения нового дельта-штамма коронавируса, изначально обнаруженного в Индии. Он гораздо заразнее первоначального штамма и уже доминирует в Великобритании. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, дельта-вариант был зафиксирован еще в 80 странах мира». «На данный момент доля дельта-варианта в Германии – 6%. Эта доля увеличивается. Поэтому мы должны внимательно следить за тем, как развивается ситуация. То, насколько опасным станет дельта-вариант, зависит от того, как мы продолжим реализовать меры предосторожности. Вопрос не в том, станет ли дельта ведущим штаммом или нет. Вопрос в том, когда». Среди симптомов дельта-варианта коронавируса – головная боль, насморк, боль в горле и лихорадка. Ученые предупреждают и о более тяжелых последствиях штамма по сравнению с изначальным вариантом. При этом, по данным экспертов, вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca уже показали эффективность и от этой модификации вируса. Сегодня же стало известно, что Евросоюз снимает ограничения на въезд для вакцинированных граждан США. Вместе с Америкой в белый список добавлены Албания, Гонконг, Ливан, Макао, Северная Македония, Сербия и Тайвань. Жители всех этих стран смогут въезжать на территорию ЕС после получения прививок. При этом, впускать ли непривитых жителей из регионов белого списка без карантина, каждая страна Евросоюза будет решать отдельно. Новые правила поездок вступят в силу через несколько дней после публикации в официальном журнале Евросоюза. Валентина Васильева, Сергей Соколов. Настоящее время. Америка.